Привет, мои хорошие! С вами Селена Све. И сегодня у нас будут покупки, которые были у нас за последнее время. Всё, что я купила в Ялте и здесь, в Ростове. В общем, хочу поделиться своими покупками. Бардак, бардак, бардак. Первое, что я хочу сказать, приобрела все-таки наушники безпроводные. Чем очень-очень довольна. Где коробочка? Где коробочка? Вот она. Вот она коробочка. Это фирма Plantronics. У них очень качественные наушники. В общем, я выбрала себе вот такие вот наушники. Они одеваются. Так, левая, правая. Сейчас покажу просто быстро. Левая, правая. Это на самом деле очень удобно мне вот с ребёнком, потому что каждый раз, когда я выхожу из своего компьютера, мне приходится снимать эти наушники. Меня это бесит. И также вообще удобно и симпатично вот так ходить, если вы слушаете музыку на улице. Подключается всё это по Bluetooth. Bluetooth. И всё. Вы идёте и слушаете. Убрали. Можно также ответить на звонок, потому что здесь есть микрофончик. Раз, ответили. Я уже всё протестировала, с мамой поговорила по телефону. Музыка, звучание просто отличное. Здесь микрофон, громкость больше-меньше. Очень удобный, кстати, чехольчик такой. Раз, раз, раз. Здесь показывается индикатор зарядки. По Bluetooth очень легко всё это передаётся. Мне очень понравились эти наушники. Давно хотела себе что-то беспроводное и качественное. В общем, я ссылку оставлю внизу. Вы пройдёте, посмотрите. Там очень много интересных всяких моделей. Гарантия год. А, также там ещё сменные есть. Вот к наушникам сменные. Ещё две пары. Помимо этих, ещё две пары вот таких вот силиконовых штучек. Вот такие вот наушники. Я, в общем, очень довольна своим приобретением. Начнём с серёжки. Серёжки приобрела в Ялте. Мне очень нравятся. Они очень-очень простые. Знаете, просто дерево покрашено белым цветом. Но вот посмотрите, как они мне идут. Я вот что-то такое давно искала. У меня похожие были серёжки. Ну, я имею в виду, что они были висячие. Что-то красиво сделано. Чешуйкой такой были из ракушек когда-то. Но я одну потеряла, к сожалению. И я так долго вот что-то такое подобное ищу. Я вот этими серёжками очень довольна. Они такие лёгенькие, классные. И стоили всего там 150 рублей, когда мы ехали в Воронцовский парк, по-моему. Вот там взяла. И вообще очень ими довольна. Они подходят как под тёмные одежды, так и под светлые. Не знаю почему, но мне кажется, мне вот эти светлые такие вот тона и вот такие висячечки очень идут. Давайте начнём с того, что я купила ещё в Ялте. В Ялте я купила... Купальник забыла взять. Сейчас я вам покажу сумку. Купила вот такую сумку. И она на самом деле подходит под мои кроссовки, кто знает, под которые я очень много выбирала себе всего. В общем, Виктория Сигарет. Я взяла её со скидкой, потому что на набережной в Ялте просто сумасшедшие цены. Кто смотрел... Кто смотрел... Мой влог. Там вообще, я говорю, там туника, которую я на китайском сайте покупала за 15 долларов, там 35 тысяч стоила. Вот я во влоге где-то это говорила. В общем, взяла вот такую себе сумку с 50% скидкой. Очень мне нравится. Единственное, что внутри нет кармашков. Мне это не очень удобно. Но, в принципе, теперь я её с собой таскаю. Я бы могла бы снять видео, что в моей сумке вот в этой вот, да, с ребёнком. Кстати, у меня же нет видео, что в моей сумке с ребёнком. Что теперь я таскаю в такой огромной сумке. Кстати, могу вам снять такое видео. Ставьте лайк, если хотите такое видео. Значит, подходит под много, потому что что-то я набрала себе чёрно-белого всего. И да, будет оно. Могу сказать, ну, купальник сейчас попозже покажу, какой купила. Сразу могу сказать, в H&M офигенские вот такие купила. Вот такой, не знаю, как он называется. Скофточка с длинным рукавом. Я обожаю вот такие всякие надписи, чтобы они были, знаете, где-нибудь вот здесь, вот на рукавах. В общем, я не удержалась. Я взяла себе вот такую копту и взяла такое же платье. Я вам покажу всё это. Я в этом прогулялась по своему двору. В общем, платье вот такое. На шее вот такие надписи. Вот такая длинная полоска во всю длину. Мне кажется, очень стройнит. Такие полоски на рукавах. Я, короче, вообще люблю. Это мой такой спортивный стиль. Вот это вот платье, это чисто мой стиль 100%. Не добавить, не убавить. Я обожаю всё это. И под кроссовки, и под туфли. Что-то такое, знаете, вот прям... Ой, блин, а мои же белые летние, правда. Они вообще идеально. Сюда чёрно-белые кроссы. Короче, я вообще довольна. Причём самое интересное, что я взяла это платье, висело там 1700. И каково было моё удивление, когда я пришла, и просто в 50 раз дешевле оно стоило на самом деле. И я прям даже удивилась, и я купила себе вот два сразу. Потому что я не всегда захочу одеть платьицы, да, там под кроссовки. Может быть, я захочу джинсы одеть и всё равно сохранить этот стиль. А! А! Субтитры сделал DimaTorzok Ещё в Ялте я взяла вот такой купальник. Ну, честно говоря, это был самый лучший купальник из того, что я на набережную зашла, увидела. На самом деле, можно было бы поискать, но у меня не была цель, знаете, там... Я просто заодно взяла, потому что мне понравилась очень сумка, которая стояла там на витрине. Короче, купальник, вот такой вот купальник. Здесь он со стразиками такими. В общем, под меня голубой цвет, очень классный, да. В общем, купила купальник. На самом деле, я так скажу, что он мне не особо нравится, да. Но мне захотелось что-то новое, фотографии, новый жул. Просто мне уже мои купальники все надоели, мне все хочется новое, новое, новое. Дальше. А, ещё вот такие вот прикольные штуки вообще, то есть взрыв мозга. В общем, я купила таких 5 штук. Это такие фитнес для мозга. В общем, это просто прикол. Реально, если вы хотите занять своих гостей или там в ожидании чего-то, вот ждёт, например, вас ваш друг. Кстати, эта идея только пришла ко мне сейчас. И ждёт, например, ваш друг, пока вы собираетесь. Вместо того, чтобы он вас подгонял, даёте ему такую вот головоломку. Здесь вот 6 штук. У меня таких 5. Есть можно квадратик, из 4 одинаковых нужно собрать. И всё, оно реально работает. Даёте, говорите, ну, на, собери, пока я это, пока одеваюсь. Не пикнет даже, не пикнет. И ещё будете ждать его, пока он скажет, я хочу собрать это. В общем, таких много штук. Я не знаю, куда я его не делаю. Вот он. Квадратик из таких одинаковых. Буква Т. Кстати, сестра моего мужа собрала все. Вот были все 5 штук. Она собрала, пока мы спали с Денником. Я просыпаюсь, она села, и мы просыпаемся через 2-3 часа. В общем, она всё собрала. Так что всё это работает. Я им оставила одну. Ну, потому что их даже если соберёшь, и потом разберёшь, заново опять собрать, опять надо думать. Короче, это вечная тема такая. Вот я взяла на подарки, пора сдарить своему любимому тоже там. Пусть все тренируют мозги вокруг. Дальше я купила краски 2. Я буду краситься. Купила я цвет 1. Я захотела немного фиолетового на голове. Но я точнее не хочу фиолетовый. Я хочу сделать светлее свой цвет волос. Может быть, в Инстаграме вы видели фотку, где я у мотоциклов. Там такие белые-белые волосы. Я их немножко выбелила. Вот именно этот цвет я хочу. Но мне сказали, что нужно высветляться, нужно выгидроливаться там. Короче, я это не хочу. Я буду пока экспериментировать. В общем, я взяла краску 1066, которая убивает желтинку. Я хочу прям белый-белесый цвет такой. Ну, в общем, посмотрим. Потому что корни буду красить на шестерки. Сказали, выше не брать, потому что будет желтоватое пятно. А на полторашке я сделаю всю длину. В общем, две красочки 1066. Это то, что вы увидите в ближайшее время окрашивания. К концу сентября. Как раз-таки, когда я поеду в Москву. Купила вот такое белье. Может быть, вы видите, как раз-таки это я решила на этом фоне снять видео. Это комплект, который я купила в Икее для дитя. С одной стороны, он двухсторонний. Вообще, я люблю двухсторонние вещи. Вот я человек, которому всё быстро надоедает. Я люблю, чтобы с одной стороны одно было, с другой стороны другое. В общем, с одной стороны вот такой он белый, с облаками такими прикольными. А с другой стороны он вот такой цветастый. Здесь всякие птички, стрекоски, всякие такие прикольные вот зверюшки. И моему малышу это очень нравится. Ещё я купила в Икее вот такие вот приспособы. Это для вина и для того, чтобы открывать жестяные банки. Причём ни тем, ни другим я часто не пользуюсь. Но каждый раз, даже если это происходит раз в год или два раза в год, ты просто, блин, бесишься и думаешь, до какого хрена я никак не куплю эти вещи. В общем, я купила для удобства. Пусть оно лучше будет. И я не буду сама себе напоминать, что зачем я не купила. Каждый раз, проходя, думаешь, да зачем, но я не покупаю жестяные банки. Да зачем, но я вино могу откручивать там как-нибудь, да, в итоге. А в общем-то, ещё детю моему в последнее время тоже пришло много разных подарков. Вот такая вот вещь, где... Здесь игры, животные. Но мы удачно сломали. Он, в общем, всё это грызёт. И поэтому оно заело всё. И оно начало у меня... Все звери начали по чуть-чуть, по полслога говорить. В общем, да, Катюш, спасибо за игрушку. Она очень классная, но она у нас быстро сломалась. Очень печально, потому что она реально очень прикольная была. Дальше в Ялте нам подарили вот такую вот игрушку-машинку. Она когда едет, она начинала сигналить. Но, по-моему, мы вытащили батарейки из неё, потому что она всех достала. Вот такой вот руль я ему купила. Кстати, он работает. Причём он работает, ну, короткие такие вот, знаете, не сильно надоедают. Что ещё из того, что я купила? А, я всегда покупаю, когда езжу в Буке и всякие сладюшки. Вот у них там есть их местный магазин, которые также вот они покупают. Я там люблю очень шоколад. Сейчас покажу. В общем, вот такой шоколад. Я как-то давно покупала там, знаете, что... Такой шоколад, только он был тоненький. Он с карамелью. Он прям вот, знаете, здесь карамель. И она не просто кусочками, как орешками, например. А вот она как-то так сделана там в миксе, что просто шоколад хрустит. Но его лучше держать в холодильнике, и он так будет вкуснее намного. В общем, я довольна этой шоколадкой. Она стоит где-то 200 рублей. Но она очень крутая. Вот кто не пробовал, попробуйте. Очень крутая. Всем шоколадкам шоколад. И ещё вот такие печеньки я купила с буковками в коробочке. Они тоже очень вкусные. Хрустящие, свежие. Всё, мои хорошие. Я, в общем, всё показала вам. Надеюсь, моё видео было интересным и полезным для вас. Все ссылки интересные я оставлю под этим видео. Заходите, смотрите. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Подписка, лайк. Целую, обнимаю всех. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok